Виталий, приветствую тебя на торговой сессии среды. Наша с тобой вторая недельная встреча. По старинке, по традиции говорим о фундаменте, о технической стороне рынка и возможностях, которые есть в моменте. Делимся нашими идеями, рекомендациями, комментируем, в принципе, рыночную обстановку, чтобы у тех, кто следит за нашим с тобой совместным контентом, были вводные для принятия инвестор решения. Ну что, на финансовых рынках волатильность продолжает расти, индекс доллара развернулся, может быть, это полноценный разворот, который приведет американскую валюту к новому нисходящему тренду. По крайней мере, определенного рода предпосылки для этого есть, например, снижение доходности трежерис и перезагрузка, скажем так, рыночного мышления в отношении рисковых инструментов. Сейчас раньше все говорили о том, что американская экономика будет расти и хорошую статистику в Штатах используют для того, чтобы оправдать длинные позиции по доллару. Сейчас все начинают транслировать идею роста американской экономики на восстановление всей мировой экономики и считают, что в таких условиях нет, наверное, особого смысла на средний-долгосрок сидеть в защитных активах. Если говорить про рынок Форекс, это франк, иена и тот же самый доллар. То есть, возможно, сейчас на рынке те самые условия, когда лучше рисковать. И причем, если посмотреть на динамику фондового рынка США, то с этим нельзя не согласиться, потому что фондовый рынок без каких-либо откатов, без каких-либо коррекционных движений каждый день обновляет исторический максимум. Достаточно посмотреть на Dow Jones и S&P, который вот у нас сегодня мы можем коснуться этой темы. Сейчас котируется на уровне 4065 пунктов. Это практически вблизи исторического хая. Немного отстает NASDAQ, но NASDAQ тоже перешел к активному росту выше 13,5 тысяч пунктов. Я думаю, что восходящее движение будет продолжено. Так, сегодня день интересный для нефтянки, потому что запасы будут опубликованы в 17.30 по московскому времени. Так, секундочку, вот у меня. Да, традиционно время 17.30. Также в 21.00 еще выйдут протоколы последнего заседания Федрезерва. Протоколы – это фактически еще дополнительная дорожная карта тех решений, которые принимались на прошлом заседании. То есть ничего нового точно эти протоколы нам не покажут. Но я думаю, что еще один дополнительный акцент американского регулятора на то, что ставки должны оставаться низкими, программа количественного смягчения в прежних объемах, это может усилить, например, давление на доллар, потому что мягкая экономическая политика, она традиционно ассоциируется именно слабостью национальной валюты. Давай тогда графиком. Сразу так, секундочку. Так, ну вот, кстати, у меня сейчас фондовый рынок открыт. Это S&P, который котируется на уровне 4,40-66 пунктов. В целом, я бы сейчас на таких локальных максимумах, конечно же, в сделки бы не заходил, но мы с тобой очень часто обозначаем тенденции для тех, кто, возможно, в сделках уже давно, старых времен и ищет подтверждение, держать ли эти позиции или нет. Я со своей стороны могу сказать то, что если ланги открыты ниже 4 тысяч пунктов, сейчас точно переживать не стоит. И пока рынок дает возможность действовать по тренду, по этому тренду нужно работать. Причем обозначать какие-то новые уровни тогда, когда рынок находится на исторических аях, это бессмысленная затея, потому что, как таковых, сопротивлений нет в таких условиях для рынка. Поэтому можно руководствоваться ожиданиями исключительно из того, какие цифры нравятся больше. 4100 пунктов, 4200 пунктов. Ну, кто на что гораст, могу привести в качестве прогноза это ожидание сети банка, которые считают, что S&P в ближайшие два месяца доберется на уровне 4250 пунктов. Я спорить с этим, конечно же, не буду, потому что считаю, что действительно американская фанда сейчас будет расти. Тем более, что вчера Джанет Ерин, которая возглавляет Министерство финансов, в принципе, использовала формулировку того, что Штаты будут тащить всю мировую экономику. И последние данные по активности в сфере услуг, которые вышли в понедельник, исторический хай по этому индексу. Еще ранее были опубликованы данные по рынку труда, которые также максимум за более чем последних шесть месяцев. Это позволяет рассчитывать на то, что рост динамичной американской экономики будет все-таки оказывать такое вдохновляющее, стимулирующее воздействие для восстановления всей мировой экономики. Индекс доллара сейчас котируется на уровне 92.33. Ушли мы с локальных максимумов. Сейчас движемся в рамках локального нисходящего тренда. Я, как такой закостенелый продавец доллара, очень хочу, чтобы индекс доллара не просто показал коррекцию, а ушел на полноценный медвежий тренд. Мы в этом, кстати, мы с тобой отличаемся, потому что ты, как я помню, топишь за долгосрочное восстановление индекса американской валюты доллара и используешь для этого как раз цикличность движений, которые мы видели на протяжении последних. По-моему, там график ты показывал лет за 20 или даже больше, около того. По индексу доллара я рекомендую сделку селл-лимит с уровня 92.50, причем стоп-ос 92.90 и будем ждать снижения американца ближе к уровню 90 пунктов. Эта сделка станет автоматически долгосрочной, потому что индекс доллара показывает, в принципе, традиционную... Ну, так скажем, последнюю неделю я перевернулся по индексу доллара. Я это говорил уже по евро-доллару. В принципе, евро-доллар и индекс доллара, они одинаково ходят. Я евро-доллар последнюю, там, с прошлой недели, я, скажем, бык, так скажем, блонг по евро-доллару, поэтому индекс доллара пока шартово. Поэтому какие-то локальные тренды, возможно, я говорил, и по евро-доллару, возможно, пойдет на обновление максимума, поэтому индекс доллара может вполне аналогично уйти на обновление минимума. Ну, посмотрим, что там дальше будет рисоваться, потому что сейчас каких-то идей по индексу доллара и по евро-доллару нету, они были там на минимумах, а сейчас пока в движении, скажем, нету какой-то аккумуляции набора позиций, потому что сейчас, ну, мы падаем сегодня, может уйти с текущих и какая-то коррекция наверх, да, и потом вниз, поэтому как-то вот так. Так, вернемся тогда к анализу валютных инструментов уже с долларом. По европейской валюте была рекомендация, прошла раз от меня, с отложки 1.1760, как раз в расчете на то, что Мампара могла бы отбиться от верхней границы восходящего канала, но этот канал был преодолен, и лихо мы улетели в район практически уровня 1.19, делка была закрыта по стоп-лоссу. К сожалению, евро развернулся, конечно же, интересное движение, но если коррелировать с динамикой доллара, можно объяснить, конечно же, и нужно объяснять восстановление доллара, точнее восстановление евро снижением курса американской валюты. Но то, как евро проигнорировало все риски, связанные с ковидными ограничениями и жестким пересмотром в худшую сторону экономических прогнозов по Франции, Германии и Италии, это, конечно же, интересная динамика, но вот этот фон ковидный, он несет очень большой негативный потенциал, поэтому я думаю, что если евро, например, на факте подтвержденной статистики о значительном росте количества заболевших, либо разговорах о новых ограничениях в других регионах еврозоны, на этом фоне пора сядет в моменте на 100 пунктов или больше, никто даже и глазом не моргнет, потому что это будет логично, предсказуемо и ожидаемо. По евро новых сделать не будет, но, в принципе, учитывая то, что я сказал в отношении доллара, раз я ставлю на снижение американской валюты, то, понятное дело, можно этим снижением оправдать наличие потенциала для сохранения восходящей динамики. Так, про S&P мы поговорили. По поводу... Да, и по поводу евро ты акцентируешь по поводу ковида в Германии, но если просто взять тот же индекс DAX немецкий, то там никакой реакции нет на вот эти все ограничения карантинные в Германии. Там, скажем, экономика полуработы, да, на фондовый индекс, вот если даже сравнить с индексом S&P-5, то он там космос вообще показывает, тот же DAX, да, то есть он каждый месяц там новый максимум, максимум. Поэтому сложно сказать, почему нету инвесторов каких-то шортовых позиций по этому индексу, скажем так бы, если с фундаментальной точки зрения, подойти к Германии, да, конкретно экономике, то там идет снижение, а фондовый индекс растет. Поэтому сложно сейчас интерпретировать, возможно, то, что пришли деньги на рынок. Или вариант, что в Германии большинство сейчас не работает, ну, условно, там на карантинных сидят дома, да, возможно, они подторговывают на фондовом рынке в классе акции, сидят дома там с мобильных, и, ну, этот ритейлер, скажем, пришел на фондовый рынок и покупает акции, и, возможно, не будет, потому что вот если взять график индекса DAX, то там вообще космос. Да-да, я согласен с тобой. В принципе, мы к такого рода движениям уже привыкли с ковидного 2020 года, когда реально чем хуже все в экономике, тем лучше для фондового рынка. И явно тому доказательство ситуации в Штатах, когда мы помним, как быстро прошло восстановление фондового рынка США, да и он, в принципе, получил такой заряд бодрости, что до сих пор не может остановиться, а уже фактически апрель 2021 года. Так, по поводу Брента, я по-прежнему в лонгах. 63.03 – это текущие котировки. Все-таки ставлю на то, что сегодня нефть могут поддержать данные по запасам, которые выйдут в 17.30 по предварительной оценке от ОПИ. Запасы снизятся, при таких цифрах обычно рынок нефти получает поддержку. Плюс ко всему, решение ОПЕК+, я в нем особого негатива не увидел, во-первых, потому что прирост будет не таким уж большим, как потенциально мог бы быть из-за того, чтобы создать угрозу для балансового состояния. Ну и к тому же, если ситуация все-таки с ковидом в Европе, подступная реакция начнет перекидываться на другие регионы, и мы в целом заговорим о третьей волне для мировой экономики ковида, то ОПЕК готовы будут откатить это решение и могут даже дополнительно досократить производство. В качестве локальных позитивных факторов это вчерашний прогноз Международного валютного фонда относительно того, что мировая экономика в этом году покажет рост на 6%, и доклад администрации энергетической информации, в соответствии с которым в 2021 году, то есть в этом до конца этого года, спрос на нефть вырастет почти на 200 тысяч баррелей. Каждый месяц этот прогноз, кстати, улучшается. Я пока что вместе с общим позитивным взглядом на риск смотрю так же позитивно на рынок нефти, считаю, что из этого коридора мы все-таки выберемся и снова окажемся выше 65 долларов за баррель. Также была сделка по фунту, бай-лимит с уровня 1.38, сейчас в копировке 1.3789. Я, признаться, вчера очень удивился именно серьезному обвалу по фунту, фактически с уровня 1.3926 до текущих значений, это больше, чем на фигуру. Это происходило при том, что снижался курс доллара и при том, что фонд в Англии остается крайне позитивным. То есть абсолютно полная противоположность тому фону, который сложился, мы видели по динамике. Надеюсь, что это какая-то временная динамика, коррекция перед еще большим восстановлением, потому что кампания по вакцинации, статистика в последнее время, кстати говоря, поговаривают, что из-за того, что Англия победила ковид, из-за того, что снимаются карантинные ограничения, 12 апреля следующий этап снятия, из-за того, что растет активность в сфере услуг промышленности, и мы видели по последним данным по ВВП, то, что экономика в целом, это уже начинает дисконтировать в качестве прироста ВВП, Англия может стать первым регионом развитых стран, центральный банк, который пойдет на повышение процентной ставки. И даже на этом фоне, это, в принципе, спекуляции, слухи и новости вчерашнего дня, на этом фоне фонд не смог упрощить свои позиции и попробовать прорваться в район отметки 1,40. Но я не отказываюсь от этого ожидания, потому что, как я уже отметил, приоритеты все-таки снижения курса доллара и восстановления риска, а фонд – это еще один эталонный представитель сирийского индустрии и валютного рынка. Виталий, слово тебе. Итак, давайте пройдемся по рынку. Я в понедельник говорил, делал такой обзор по многим инструментам. По некоторым инструментам, скажем, были рекомендации, по некоторым просто комментарии, куда я вижу. На сегодня у меня по рынку, так скажем, есть сомнения, куда он сходит. Даже вчерашняя раскорреляция по рынку, допустим, вчера евро рост, фонд – доллар падал. Хотя я это все предвидел, но не удалось заработать. Почему? Потому что входил некоторые инструменты, которые в моменте сходили в мою сторону, дальше сходили в обратную сторону, но удалось выйти с небольшим убытком. Итак, что я комментировал в понедельник? Это биткоин. То есть по биткоину я говорил, что все, что ниже 60 тысяч, возможно, смотрится в шор. Пока мы не падаем, идет какая-то консолидация по данному инструменту. Нужно быть осторожным с шортами. Обязательно ставить стоп-воссы, если кто там шортил за уровень 60 тысяч, потому что вот эта вся аккумуляция, она может быть, как я ожидаю, шортовая, она может быть лонговой, поэтому здесь прострел может очень-очень сильный, там на 70, на 80 тысяч, возможно, и выше уйти. Поэтому пока здесь сложно сказать, шорт пока еще возможен, обязательно стоп-восс, и если будет там пробивать 60 тысяч, можно даже купить и попробовать прокатиться по тренду. Как-то вот так. Дальше, ну, по S&P ты уже дал такой развернутый комментарий, там пока тренд, ничего нового. Золото. По золоту говорил в прошлый раз, что здесь, скорее всего, у лонги. Уровень 1720, от него отбились, ушли наверх. Пока по золоту сохраняю лонговую, скажем, идею, то, что он смотрится наверх. Может еще какая-то коррекция будет, там район 1720, возможно, ниже. Пока золото выше уровня 1680, так условно скажем. Пока здесь, возможно, вот это прошел сейчас импульс наверх, и через какую-то коррекцию, возможно, без нее как-то мы будем расти. Дальше наверх, и, как ранее говорил, такие среднесрочные ожидания, возможно, через двойное дно мы здесь развернулись, и уйдем сильно наверх. Отмена сценария, если будем пробивать двойное дно, и там уже дальше смотреть. Пока точки входа какие-то здесь, ну, с текущих покупать сложно, возможно. Тот же самое серебро, оно очень похоже с золотом, закрепились выше сильного уровня поддержки 2480. Пока тоже лонги смотрятся. Дальше по нефти. Были конкретные рекомендации. В понедельник, еще с прошлой недели, я был шаркистом по нефти. В принципе, мы локальные цели сделали позавчера, вот это в районе 60 долларов. Мы чуть-чуть там не добили. Лайт еще даже ниже ушел, если просмотреть по лайт. Практически добили вот этот уровень. Я аналогично говорил, что по лайт, что по бренд, они одинаково смотрятся. На текущий момент пока остаюсь с медведем. По данному активу, кто шартил ранее, возле отметки 64-75, назывался ключевой уровень, можно дальше удерживать среднесрочно. Возможно, мы дальше уйдем все-таки к уровню 60 и, возможно, ниже. На текущий момент мы можем как падать с текущих, так еще как вариант протестировать снова верхнюю границу. Возможно, где-то к вчерашнему хайу, в район 64, возможно, сегодня на новостях. И дальше вниз. Отмена сценария, если мы все-таки будем пробивать эти хаи, скажем, 65. Ну и дальше там полет наверх, возможно. Ну, пока здесь, ну, мне картинка смотрится на шорт. Конечно, пробьем это все, туда буду пересматривать. Пока, возможно, за среднесрочный шорт. Дальше. Давал еще комментарий по австралийскому доллару. Возможный вариант шорта. Он пока не идет. Возможно. Вот я вчера пробовал шортить. Успел выйти там с небольшим убытком. 10 секунд, 15 примерно. На текущий момент. Возможен какой-то шорт. Пробовать с текущих шортить 0,7635 со стоплосом за сегодняшний хай, который был на Азии, это 0,7675. Возможно, это все-таки набор позиций в шорт. Ну, очень похож также этот новозеландский доллар. Возможно, это все идет коррекцией. И мы будем падать. Австралийский доллар, новозеландский, они, в принципе, почти одинаковые. Возможно, будет обновление вот этого минимума. Посмотрим. Но желательно, чтобы сегодня падали. Потому что, если будут выкупать, то дальше пойдет вариант наверх. Фунт-доллар. По фунту у меня пока другое мнение. Вот я говорил о лангах. Я еще в понедельник тоже поддерживал идею с лангом. Мы, в принципе, тот же понедельник сразу отросли. И я сказал, что стоит наблюдать за уровнем сопротивления. 1.38.45. Вот эти локальные хаи. Мы в понедельник закрылись выше. Вчера закрылись ниже. Таким образом мы сформировали ложный пробой 2 бара. И пока идет реализация этого ложного пробоя. Мы падаем. И стоит там понаблюдать. Если мы сегодня не упадем, завтра четверг. Посмотрим, сегодня как закроется дневка. Здесь, возможно, даже шорт. Даже похожая картинка вот этой коррекции по фунту. Как австалийский доллар и новозеландский. Поэтому здесь пока за шорт. С текущих, конечно, шортить возможно. Но нужно большой стоп-воз ставить. Возможно, еще какая-то коррекция будет в район 38.45. Сегодня или завтра. И уже пятница. И мы дальше будем падать. Конечно, если лонг, то он должен быть таким образом. Сегодня мы сильно выкупаем дневку. Закрываемся там очень высоко. Аналогично НЗД и Абстрал. И в таком случае здесь будут лонги. Но пока я в моменте. Можно говорить о каких-то шортах. Ну и тут тоже сложно. Я пока сам лично не вне рынка по этим активам. Евро-доллар. Говорил в прошлый раз в понедельник. И на прошлой неделе, что я пока залог по данному активу. На этих минимумах стоит покупать евро-доллар. Если мы там даже будем падать ниже. Тоже покупать. Так как здесь возможен по золоту сильный среднесрочный тренд. На текущий момент по евро я бы здесь не покупал. Хотя возможно. Потому что идет зарождение какого-то тренда. Я буду там покупать или продавать уже после какого-то накопления. Если оно образуется. И вот это накопление будет мне уже сигнализировать. Здесь лонг рисуется или шорт. Допустим, как вот здесь. В марке тоже было падение. Такой рост. И дальше сформировали. Изначально там мы покупали. И потом я уже в этих моментах перевернулся на шорт. Потому что там скорее всего шорты рисуют. И мы отпадаем. Поэтому пока вот такое мнение по рынку. Индекс доллара он аналогичный евро-доллару. Здесь даже нечего комментировать. Поэтому пока фунт, НЗД, австралийский доллар. У меня мнение, что там возможно рисуется шорт. Все зависит от закрытия сегодняшней дневки. Нефть пока за шорт. Золото там лонги, серебро. Пока возможно там коррекция будет еще какая-то глубокая. Биткоин пока шорт. Но при пробитии 60 тысяч стоит его возможно купить. С небольшим стоп-лоссом. Потому что смотрел там эфир. Вообще космос показал. Возможно и биткоин будет простреливать. Спасибо тебе, Виталий, за развернутый комментарий по рынку. Как и всегда, ты прибежался практически по всем инструментам. Следим. Осталось три полноценные торговые сессии. Напоминаю, что сегодня протокол. До конца недели будет еще несколько важных отчетов по штатам. Которые внесут свою лепту в динамику доллара. Ну и в целом продолжаем смотреть за трендами, которые формируются. Все рекомендации мы вам дали, разжевали. Кому что больше по душе, что больше нравится. Согласны со мной, либо с Виталием. Хотя по многим активам мы в принципе солидарны во мнениях. Принимайте решения и торгуйте. Друзья, контролируйте риски. Это тоже, как и всегда, классическое напутствие. Без рисков, без менеджмента, никуда. Виталий, тебе хорошего закрытия недели. Классных выходных. И тогда до следующей встречи в понедельник. Пока. Всем удачи.